доброе утро мои любимые мои хорошие территория муколь а я уже вроде проснулась сегодня у нас вечером ночью сочельник русского рождества и кристина сегодня отправляется в гости к сандре к старшей сестре и я вот думаю о том чтобы отправлять ее не с пустыми руками кто же ходит в гости утром с пустыми руками хотела сказать я думаю что надо допечь пирогов картошку с мясом дать этот мясной пирог с картошкой с мясом и яблочный с кардамоном и пусть и пусть кристина идет в гости с пирога рождество рождество получается получается так что эстонское рождество мы празднуем достаточно активно и а вот русская уже как-то напраздновались и вот как-то всегда но так не то что в стороне но активности уже как не очень обычно на русское рождество у меня мама тушила гирлянду на елке и зажигала свечи мы сидели так в тишине думали смотрели так красиво сегодня хотела тоже так сделать но кристина отправляется в гости к сандре поэтому без детей не хочу зажигать может быть вернется там через день она с ночевкой надо поедет сегодня ну вот так вернется тогда зажгу так что решили печь с мясом и картошкой и с яблоком кардамоном на песочном тесте на дрожжевом надо вставать идти ставить опару под этим постельным знаете вот это новое первая ночь спалось ужасно плохо я не знаю почему вот у меня бабушка и мало наверное тоже и муж даже когда дарит что-то новое всегда такой принцип пусть полежит знаете отлежится вот она не зря я вам хочу сказать я застелила все как бы сразу вот ночнушку тут новое дело все постельное сразу мы заменили и спалось как-то очень очень плохо не знаю чё такое может при избытке праздников как может все новое кто-то из вас предлагал что надо стирать это белье перед застиланием да может быть в этом дело нет я патологически ленива чтобы новый комплект пихать в машинку потом все это они меня не хватит моральных и физических сил может быть из-за этого было не знаю но как то так а сейчас встаем идем с вами разводить опару кристина конечно будет немедленно помогать я уже слышу что она где-то ходит вроде так что всем доброе утро опара кофе и начинается нас с вами день кристина начала уже здесь разводить дрожжи с сахаром тут еще все в них лежит нам надо быстрее 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 поставить тесто чтобы успеть испечь и кристина сегодня едет в гости как раз сочельник рождество с автором давай косы на сахар чайную ложечку разводи дрожжи а я буду разводить я сейчас молоком молока развожу на пол литра на пол литра молока берем и рецепт не даю рецепты мясного пирога и яблочного на канале есть это так просто влока жизни как и чего мы проводим день на рецепт рецепты уже были поэтому слегка мама молочка подогреваем сюда дрожжи так карсину чуду тебя почти уже жидкая хорошо духовку уже я поставила на режим поднятия теста размешала кристина давай выливай дрожжи помешивая ложечкой тоже и теперь чуть-чуть туда муки сейчас добавь так и немножко муки и все сейчас еще раз размешаешь их духовку это у нас с тобой опара теперь так еще чтобы мука там но как сказать растворилась и в духовку когда в этот теплый режим все опара наша пошла смелей смелей что тут уже пришел к маркиз подожди еще еще не готово все так на часик кто тут уже пришел за пирогами уже пронюхал где-то что будут пироги с мясом с картошкой яблоко с хотя тебя и яблоко интересует да да за пирогами но на на вон она как поднялась хорошо пышная какая смотри как поднялась видишь на поливать теперь сюда маргарин маргарин растопленный с маслом выливается в тесто но естественно так можно положить еще чайную ложечку масло сахара так сахар кучу чуть добавили теперь где-то столовую ложку растительного масла чуть побольше куда куда ты уже лапы так теперь карстина муку давай так что ты уже утащил он сплю же что-то утащил так муку теперь и начинаем месить 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 тесто на месили отправляем в духовку еще на полтора-два часа пусть она у нас там поднимается тесто поднялось хорошо вот дави дави руками обминать его надо углекислый газ выпускать давай давай дрожжевой тесто у нас поднимается я начала уже яблочный пирог это вот песочное тесто делать мука сахар пекарский порошок масло соль чуть-чуть яйца песочное тесто сейчас тоже быстренько я делаю из расчета я делаю из расчета 3 стакана муки 300 холодного масла стакан сахара много соли пекарского порошка 2 чайные ложки масло холодное все порубить с помощью одного яйца сформировать и холодное место все это делается очень быстро пока тесто холодное для обеих пока тесто охлаждается одно а второе поднимается можно заняться начинкой для мясного почистить уже картошку и лук для яблочного яблоки мы будем делать с вами с яблоком с корицей с кардамоном на канале этот рецепт есть поэтому дозировках и в приготовлении я повторяться не буду все скатала колобок хотела веселая знаете получилось куда зловещий почему направляется холодильник раскатала я дрожжевое тесто теперь выкладываем сюда рядочками картошку потом мясо потом лук перец соль слоями слоями у нас все уже здесь пошло духовка греется на сто семьдесят пять градусов вверх вниз так вот положили картошку фарш лук перец соль теперь кристина снова я кажется чтобы не было просвета вот так вплотную чтобы не видно было лука не сильный нахлёст но вот так фарша взяла этот раз просто свинина с говядиной вот такой он достаточно светлый но будет сочный так сильный нахлёст не надо так вот мы тут колдуем сейчас уже будем чистить яблоки так что будет у нас скоро и сладкий давай давай клади картошку теперь опять будем сейчас так вот закрываем очень хорошо молодец положили все слои с кристиной раскатали сделали крышечку все отправляем я поставил печется займемся пока начинкой для яблочного начинка из яблок 10 яблок каких-то где самых бросовых 6 столовых ложек сахара теперь две чайные ложки кардамона 10 кисловатых яблок дольками почистить порезать сердцевину вынуть шкурку тоже 6 столовых ложек сахара 2 чайные ложки кардамона 4 чайные ложки корицы какой уже стоит аромат мало того что в духовке мясной пахнет так здесь еще кардамон с корицей баночки меня вот такие бутылочки кардамон корица все это перемешиваем я всегда снимаю у яблок шкурку обязательно иначе это шкурку отвратительно выпечки никогда не пеку пироги или что-либо с яблоками что было шкурками сердцевинка они знаете прям как мармелад как он превращается тает во рту когда снято все это так вот готова начинка еще нужно сделать заливку для яблочного пирога заливку значит растапливаем масло 50 грамм чуть больше пол стакана воды все это у нас здесь растворяется тем временем в стакане сахара взбиваем яйца вот сбила яйца с сахаром теперь водичка которая скипела с маслом заливаем взбитые наши яйца добавляем полтора стакана муки чайную ложечку разрыхлителя все смешиваем и это у нас будет с вами заливка для пирога я точно ой какой запах боже я с детства с детства люблю запах мясного пирога у бабушки мамы мясной пирог сейчас будем вынимать достаю тесто раскатываю для яблочного пирога выкладываю сюда начинку и отправляем сейчас на 175 градусов минут на 20 потом зальем начинкой заливкой вот этой и отправим еще на 15 очень-очень много у нас с вами здесь яблоко не такие будут карамелизированные потому что они без шкурки без сердцевины один мясной пирог вытащили смазываю его маслом вы как-то меня кто-то спрашивал почему я не смазываю яйцом перед выпечкой я вам отвечала сразу еще в первом ролике но может не все все смотрели у нас новеньких много я никогда не смазываю ей яйцом не то что мне не нравится этот блеск но честно говоря и блеск этот какой-то странный и потом от получается как корка что ли с него такая мне не нравится яйцом перед выпечкой смазывать я смазываю просто водой а когда пирог испечется я беру вот так на вилку ледяное масло и смазываем ледяным маслом кусочком холодного масла весь пирог немножечко вот так вот в дырочку сюда еще идет пар немножко горячий горячий только что из духовки как пахнет в квартире мне не передать вам надеюсь не за горами технологии которые научат передавать которые начнут передавать запах так а у нас с вами пошел яблочный уже в духовку сейчас он испечется и прямо горячие пополам отрежу половину сандры с кристиной туда в гости половина оставлю дома сейчас будем упаковывать машину и в гости отрезала половину сандры готовлю вашему вы посмотрите какой он весь там в разрезе как он пахнет сюда кладу вот так вот пергаментную бумагу с бортиками чтобы сейчас положу сюда сладкий все обмотаю запечатаю и прямо вот с этим противнем в машину так и и яблочный тоже вынули сейчас посыпаю его сахарной пудрой делю пополам тоже кладу и отправляю отправляю уже в гости с кристина сидит таком нетерпении так ну вот готова режем скальпель так здесь мясной здесь сладкий отправляется упаковываю к сандр очки кристине с собой все отправляем отправляем в гости ой боже с каким бомбундированием кристина куда тебе такого ткани с собой ой божечки ну давайте наша елочка красавица готова к рождеству к встрече рождества на этот раз рождества православного кристина в гостях у сандры а мы остались мужем вдвоем ну как вдвоем у нас еще здесь два кота мы под пристальным прицелом здесь находимся нам здесь спуску не дают но мы решили тоже отпраздновать рождество открыть бутылочку шампанского оливки вот у нас здесь разные сыры сейчас покажем вам здесь на блюдо выложим и хамон и будем сегодня испытывать нож который подарили мужу на день рождения серебряный нож для сыра мы включили прямую трансляцию будем смотреть из храма и встречать рождество блеск красиво ну как приятно может это будет специалист о как тут можно же и длинные всякие доделать ему точно вишен такой с полосками правильного да 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 только как он называет сыр я не я записала уже и это тот сыр который мне посоветовал мужчина в стокмане был очень любезен это тот момент когда когда у тебя проколом это то время пока я я вы меняю колеса начинается давай не будет в праздник отойти нельзя да он же мне просто посоветовал конечно просто любезно сказал и он изумительно сказал вот особенно вот про это изумительно не надо понимаешь но этот сыр был действительно фантастический saint огур вот этот сыр с синей плесенью вот я советую всем saint огур я не знаю как угодно святую огурку куда цена сколько кстати 30 31 31 за килограмм до советую всем он такой есть ты его решу положи на тарелочку режь ножиком лучше положить такой мягкий когда он очень мягкий но какой он вкусный господи обычно с синей плесенью мне кажется он там чуть как будто или горчит или что-то у него это давай шампанское выпьем тогда 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 ты выгибаешь консистенция консистенция да правильно но консистенция лучше положить тогда и лопаткой так резать так как бы ну ой пальцами у тебя руки стериль только что мы могу доказать стерильные руки могу докажем но вот же вилки и ножи возьми вилки наши как ты будешь брать я хочу сказать новым взять с вилочки если ложки золотой я хочу сказать что выглядит он не очень эстетично но я люблю дешево надежный практично насчет дешево это поспорил 31 евро но возьми же вилку то хватит пальца все общем короче хотел эстетично вас поразить и не вышло главное шампанское попробуем вот эту попробуем вот этот барон говоря у меня ожидания не очень пессимистически потому что муж видел это я видел вот этот барон розан в тетра пакет так у нас оливки тоже собак за три евро сыр с плесенью этой самой оливки и вот еще был в корзине подарочной корзине мужа сыр и ни один кстати корзина я вам так и не показал там было много видов сыра конфеты оливки шоколады какие-то колбаски орешки вот эти которые продаются на на ратушной площади миндаль да вот этот специальным таком как в карамели и и еще как маленький джем из малины так но марки давай а хамон ты нюхал ну что будем вот и хамон ой очень больше нас лет холодильник дате она сегодня кстати стояла часа 233 всего да это шампанское маркиз но будем надеяться что она хорошая завтра если вечером вернется кристина тогда сегодня же сочельник а рождество завтра посмотрим может быть завтра когда вернется кристина я найду свечки поставлю их зажгу на елке а фонарики а тушим гирлянду посмотрим если найду не обещаю а сейчас всех вас хочу поздравить со светлым праздником с рождеством христовым пожелать вам всего самого светлого самого доброго первая очередь конечно здоровье покоя в душе мира в душе с самим собой счастье исполнение всех желаний и чтобы у вас все было хорошо чтобы вы были любимы любили не чтобы вас все было хорошо в семьях добра мира счастья и здоровья с праздником ай-яй-яй-яй кто же здесь хамон то хочет мухам ну я понимаю ну ну а я покажи этот у тебя в корзине это чеддер винтаж какой-то сушку чтобы попробуем стоит и такое это такое кто хочет хамон стрескать куда маркиз маркиз ну прям вообще ты попроси отдал кусочек вот на тебе маленький может еще может что не понравится тебе а теперь давай шматок ну конечно куда да что это такое тут кто это такой ломается он как-то сказать он такой ломки на это что подойдет кусочки этого парафина могут открываем он как будто бы в парафине такой вот упакованный черный такой парафин хотя я его не пробовал может не профит но я думаю пусть не попросам кусни парафин ну выбрали потом так маркиз маркиз балуется очень нарезай и мечту там очень ломки у тебя здесь три вида улама у тебя здесь три вида ножа может быть это боковинкой какой-то удобно ты смотри это нож универсальный как нам очень хватало правда ну-ка дай попробуйте спасибо о боже как вкусно боже какой вкусный сыр покажи вид показала и там как будто как карамельные какие-то штучки чувствуешь как кисловатый такой сладковатый такой как бы того вот его под шампанское будет какой-то интересный это тебе в корзине подарили да